МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую неделю наша передача «Дорога жизни» знакомит вас с удивительными, обаятельными людьми, имеющими богатый духовный мир, жизненный опыт, щедро согревающими теплом своей души других, получая взамен лишь уважение и истинное признание окружающих. Одним из таких людей является наш следующий герой передачи, ветеран медицины, фельдшер скорой помощи, житель поселка Доринское, Берниязов Иламан Иргазевич. Сегодня он у нас в гостях. Я рада вас приветствовать, Иламан Иргазевич, в нашей программе «Дорога жизни». Спасибо. Несмотря на свой почтенный возраст, вы сохранили активность, интерес ко всему происходящему. Насколько нам известно, вы родились в 1941 году, в начале войны, в семье простых рабочих. Детство ваше было нелегким. Расскажите, какие воспоминания у вас сохранились из того времени? Ну, с детства, обычно, наверное, в памяти сохраняется где-то с 5-6 лет, но я помню, что папу я своего не видел, к сожалению. В то время фотографий не было, его сразу забрали, как объявили войну, но по возрасту он был в резервных войсках, где-то в Желаевом. И когда мне исполнилось 6 месяцев, мама приезжала к нему, он говорил, ну как, береги сыночка, береги, говорит, сыночка. И так я был сейчас, чего бы только ни отдал, чтобы увидеть даже фотографии. Поэтому я говорю молодым детям, которые, цените своих отцов. Я вот сын войны, даже не увидел облик, даже не представляю, какое, вот что значит война. Но мама у меня была вместо мамы и папы. Я единственный сыночек, она мне ни в чем не отказывала. Сама не доедала, все вкусно оставляла мне. Я на две семьи, еще с дядей, с тетей жили. На две семьи, я был любимчиком. Мама моя милая, Ахслу зовут ее, у меня портрет висит, и там звезду я сделал. И там все пятеро детей, и в центре мы. И говорю, вот на чем мы держимся, на маме. Это мама у нас сохранила генофонд страны. Она как мужчина работала, знаете, мы вот в малашном карьере жили. Здесь вот вторая автобаза, там внизу их реки Урал. Разгружала вагоны с песком. Там внизу их как раз разрабатывали балласт и наверх возили. Я даже помню, мне было лет 12, я помогал ей разгружать. Вручную разгружали. Вот это я помню. Но я не голодал, мне все... То есть вы росли в любви и ласке. Да, в любви и ласке. Вот с детских лет вы испытали от матери, конечно, мудрое ее наставление, принципы справедливости и честности. А вот какие ее советы, какие ее слова служат для вас до сих пор кредом в жизни? Чему она вас научила, самому главному? Самому главному, она научила меня, чтобы быть честным. Даже, говорит, ущерб тебе никогда не хитрее ничего. Может, тебе это не выгодно, но чтобы правильно. Я вот таких людей вообще сейчас не вижу. Она мне учила, говорит, тебе будет... Ну, всегда говори правду. Честности учила. Я всегда придерживаюсь. Я родился в Низович Челхара. Курорт, ну, красивующее место в Казахстане почти. И в детство прошло, потом 8 лет мне вывезли, чтобы я... Мама хотела, чтобы я выучился. Когда 8 лет, я вот, баланс на карьер приехал, тоже в Низович, около Урала, тоже красивое место. Мне всегда достаются красивые места. Я всю красоту люблю. Красивую природу, красивых людей. Мне вот так вот привелось. И вот это самое основное, считай, это справедливость, честность и правдивость. Ну, вот как вы считаете, вы перенесли в свою взрослую жизнь свои детские и юношеские качества? Или они остались в далеком прошлом? Нет, вот эта справедливость, правдивость сохранилась. И любовь. Я люблю делать... Кому-то добро сделаю, мне даже легче. Мне как-то, я себя бодрее чувствую. Я вот занимаюсь, занимался 30 лет дачей, пока не заболел. Я ничего не продаю и ничего не покупаю. Только для души, да? Да, для души. И к своему выращению оно вкуснее кажется. Но на самом деле вкусно свои выращенные. Поэтому я вот люблю честность, правдивость. А я всегда говорю правду. Иламан Иргазевич, как дальше сложилась ваша жизнь? Расскажите, пожалуйста, о выборе своей будущей профессии. Мы знаем, почти всю жизнь вы проработали фельдшером. Были председателем Красного Креста. Креста полумесяца, да. Полумесяца. Ну, выбор, обычно же выбирают, но такого выбора мне мама говорила так. Выучить, чтобы быстрее выучился, и внуков мне, чтобы я пока живал, увидела внуков. Я старался все, я учился на отличины. Я школу кончил с двумя четверками. Диплом получил, аттестат получил тогда с похвальной грамотой. И я для нее старался. Говорю, ну что я бы выучить, может, каким-нибудь буду. Ну, может быть, доцентом каким-нибудь сейчас. Доцент или что, для себя. А она не увидит потом никого. Я, дай бог, со Всевышним троих моих внуков она выничала. Старшего почти, как у нас, у казахов, к себе забрала. Когда была в сам карьере, купила мне велосипед. Тогда велосипед как машина считалась. Все завидовали мне. Газ с оленем там, с маской и это. Гармошку мне на 25, на 25 помню. Но у меня медведь на уху, наверное, наступил, не сумел на гармошке играть. Сразу после окончания аттестата поступил в уральский медицинский на жильческое отделение. И там я встретил свою судьбу, Денебжан, супругу. Сразу мне в глаза бросилось. Там много было красивых самуглянок с Южных, Косталовки, Джангавы. И вот мы просидели за столом на лекциях, вместе сидели. Это была любовь с первого взгляда? Да, вот видимо. Возраст, оказывается, надо определять не по календарному счислению, а по состоянию души человека. Я вот только узнаю свой возраст, что я уже совсем, наверное, ну, как говорится, взрослый, преклонный. Ну, сейчас вам сколько лет ровно? Ровно 83. 83 года. А ощущаете себя? Насколько? Ну, где-то на 65-70. Отлично. Я только определяю, что возраст, старшему сыну 70-й год, внуку старшему скоро 40-й будет. Тотально вообще, что, о, оказывается, а я что говорю еще? Себе говорю, душа, оказывается, не стареет? Душа всегда молодая. Душа молодая. Ну, вот, познакомились вы со своей супругой, сидели с ней за одной партой. Вот мы три года проучились. И, конечно, между вами завязалась дружба, любовь. Далее уже перерошло в боли глубокое чувство. Да, вот мы три года подружили, потом практика у нас была. Три года практика, и я решил с собой взять. Доринскую центральную районную больницу. То есть она тоже фельдшер по специальности? Да, мы в одном отделении. И потом вот она говорит, ну, неудобно, у вас родственники есть, у родственников? Нет, говорю. Я говорю, у тебя двойная практика будет. Ты, это профессиональная практика, если маме ты понравишься, значит, останешься. Если маме не понравится, останемся друзьями. И так она у нас... То есть мама для вас была. Да, да. Ее слово закон. Мы почитали всегда. Это сейчас уже. И потом неделю проходит, все. Я вообще не подхожу, все, как чужие люди. Она потом ей понравилась, она старалась. Королу дарила пачки, не умею дарить, городская же. Целый час корову старалась, в общем, понравиться. Понравилась. Потом мама говорит, она говорит, понравилась, давай. У меня кое-как сбережения сделала, свадьбу сделала. Я говорю, дайте окончить, и сейчас полтора месяца осталось. Вот так мы и это. Окончили и сыграли скромную свадьбу. Ну, что там, даже колец, ничего, тогда и не было ничего. Даже регистрироваться мы не регистрировали. Срегистрировали только когда мы в раздолье, на работе, в сельском совете. Родился Асхар у нас, старший сын, первенец. А они говорят, мы записываем на его фонд. Как так? А у вас, говорят, нет брака. Только тогда, только зависит. Он уже через два года. Поэтому у нас по документам 62, а так 64 года мы. Ну, мы знаем, что вы сыграли недавно бриллиантовую свадьбу. Да, бриллиантовую свадьбу. Два года назад. Вам вручили вот такую медаль. Называется «За любовь и верность». Конечно, это очень дорогого стоит. Бернязова Еламан Иргазевич и Зенев Нагивна. Вот оно, доказательство вашей вечной любви. До сих пор вы продолжаете любить свою супругу. Но еще хочется сказать, что проработав всю жизнь вместе, в одной сфере, через ваши руки прошло целое поколение детей. 1960-го и 1975-х годов. И до сих пор, когда вы бываете в поселке, Горбунова вас принимает как родных. Это и есть ведь высшая награда вашего труда. Ну, я хочу сказать, что действительно мы попали в такой поселок, где настоящие трудяги, хорошие люди. Они встретили нас. Вот помню, дед Маушев, дед Степан, молодой, с ними только приехали, утку и селезня подарил. Мы завелись в хозяйство. Все нас в гости за неделю вперед зовут. Ну, медики, врачи. Они за неделю. На другой день уже мы заняты были. Вот, я до сих пор говорю, мы, говорю, красиво жили. Вот эти молодые годы, где проработали. Сейчас вот эти ребята уже взрослые, они сами уже деды. Из дедника узнают, говорят, о, тогда же по-простому. Мне по-русски дед Леша называют. Дед Леша, голос узнал, бегут за руку, здороваются. А я их по именам, фамилию. А вы, говорят, до сих пор не забыли нас. Ну, как вас забудешь? Вот. Ну, интересные случаи можно рассказать в работе, как было? Конечно. У нас в родхату, вот мы их принимали, этих детей. Вот. А роды на дому, это было ЧП в то время. Ну, у нас бывают такие запоздалые. И один раз на дому. Ну, у нас сумку, все, это, для новорожденных, все взяли, пошли на дом. А зашли, а женщина разженится, говорит, юломан пусть не заходит. Ну, у нас ментилитет, она стесняется или что. А там муж стоит, и мы с ним, ну, ладно, с ним говорим в его прихожке. Полчаса, час проходит. Никаких звуков. Потом вдруг слышал, жена говорит, юломан, айда, помоги. Я только зашел. А это ее зовут, норде. Уебай! И в это время ребенок скрикнул. Родился. Потом мы все обработали, все попали, ну, все сделали. Муж стоит, я говорю, остальное уже не оставил, пеленка завернет. Говорю, поздравляю. Знаешь, он говорит, только я зашел, сказал, ура, папа пришел. А он в лице изменился, говорит, как папа пришел. Ты говорю, нет, ты что подумал, говорю. На тебя похож, говорю, поздравляю. А папа, я крестный папа. Дети до пяти лет, ура, не выговорят. Он просто сказал, не ура, а уа, уа, папа пришел. Тогда он заулыбался, что я ему, говорю, поздравил его, говорю. А он подумал, пацан, другой. Я говорю, крестный отец. Он поэтому, говорю, мне сказал, уа, папа пришел. Такие случаи, моменты были. Иван Манергозевич, ну вот, конечно, интересных случаев было очень много в вашей жизни, рабочих моментов. Но вот в семейной жизни у вас было очень много трудностей, испытаний. Это правда, что за всю свою жизнь вы плакали всего лишь два раза. Это когда умерла ваша мама. И когда вот с супругой случился инсульт. Расскажите, пожалуйста. До сих пор, даже вот это, когда вспоминаю, у меня до сих пор наворачиваются слезы. Люди в последний момент истину свою высказывают. И она, я подумал, когда дошла критически в реанимации два дня, она, видимо, ну я тоже, наверное, думаю, уже уходит. И высказал такие слова, которые задушу говорят, ты моя жизнь, моя отрада, еще это. И мне вот эти слезы, до сих пор я вот даже волнуюсь. Минут 15 или 20 я на взрыв плакал. Мне уже врачи вывели, говорят, уже нельзя волновать. Это вот, да, до сих пор я вот это. Ну, благодарим Бога, вот благодаря, действительно, нашей заботе, любви, всех родных, благодаря Богу, ну, в первую очередь, конечно, врачам. В этом году 19 лет после болезни. У нее был тяжелый инсульт, правосторонний геморрагический инсульт. Она вот сейчас, правда, с палочкой, но слава Богу, с нами. Во всем, я все, заготовку все делаю, она только закладывает продукты. Все научился сам делать. У нас у казахов было, чтобы посуду-то не лазил, мужик. Это же считалось, как ты... То есть у вас все, как говорится, домашние обязанности вы делите пополам? Не пополам, в основном я делаю. В основном вы делаете. Ну, с ноги они все на работе. Они посещают, ну, всегда на работе, как вы, в основном я. Иламан Иргазевич, любовь способна творить чудеса. У вас даже есть такая, про вас даже есть такая статья в одном из журналов, да? И поэтому она чудом выжила. На самом деле, вот, еще раз мы убеждаемся, насколько были сильны ваши чувства. Я пережил, что, думаю, наверное, уйдет, и плакал. Потом благодарил Бога, как раз у меня день рождения, и говорю, вот мне подарите ее. И действительно Бог мне помог. Я всегда, любовь, когда тяжело, человек всегда обращается к Богу. Мы, когда здоровье, не всегда добываем, а вообще эти Всевышные есть. И мне кажется, сейчас вот с возрастом, говорят, любовь как-то угасает. Мне кажется, это неправильное мнение. С возрастом, наоборот, как-то, как бы, наши связаны, такая невидимая нить между собой. Мне кажется, вот, ну, не дай Бог, конечно, друг без друга мы, наверное, не прожили бы. Не прожили бы. Ну вот, что может быть семьи дороже? Еще одна статья вышла про вас в газете АО ТНС. ТНС. Это в прошлом году, в 2023 году. И вот как раз вот мы видим грамоту сейчас на столе от вице-консула Генерального консульства Российской Федерации. Еще раз напомним, что вы получили именно медаль за любовь и верность семьям, прожившим браки более 25 лет. Ну, а все-таки, скажите, пожалуйста, Еламан Иргазьевич, вот, прожив столько времени вместе, сыграв вот бриллиантовую свадьбу, да, еще раз посмотрите, вот, бриллиантовой свадьбы наших папу и маму. Это, наверное, от детей, да, ваших подарок? Такой красивый вот портрет. От детей. Вы такие здесь улыбающиеся, счастливые. От детей. И чувствуется, насколько вы любите друг друга. Вот, все-таки, что вам помогало по жизни пройти столько испытаний, трудностей и, несмотря на это, сохранить свои чувства друг к другу? В чем главный секрет все-таки вашего семейного счастья? Главный секрет – это любовь. Вот, все в этом мире приходящее, только любовь вечен, говорят, да? Все вот, мы все нажитое, миллионы у некоторых, там, миллиарды, все остается. Но мы в своем сердце навеки уносим любовь к родным, близким, любовь к хорошим соседям, добрым людям, вот, наподобие вас. Любовь к родной земле, где ты родился, сделал первые свои шаги. Разве это можно забыть или предать? Это любовь, это родина – это от слова род. Вот, род – родина. И не даром, вот, я говорю, почему любовь увеличилась, потому что женщина – это хранительница домашней очага. Без ошибок, без таких, не умевать в семье. Но всегда главная черта человека – это уметь прощать ошибки. Все мы ошибаемся, нет таких идеальных людей. Это просто для хвальбу, некоторые говорят, вот там, сто процентов, не бывает. Прощать ошибки – вот это самая главная черта. И когда вот эта супруга все это сохранила, надо иметь терпение, мудрость и, главное, любовь. И как ее не оценить? Она мне подарила счастье. Я вот сейчас думаю, если вот в то время она бы, как сейчас вот, чуть-чуть собирают чемоданы, не было бы такой счастливой семьи. Сейчас нас всего с детьми, внуками, правнуками, около 40 человек. 11 правнуков. Вот недавно родился еще один. Вон там на фотографии двойняшки еще. Вот, 11 правнуков. И как не оценить такого человека? Это вообще невозможно. Вот, ну, таких крупных не было скандалов, но недоловки были. Это лукавить не будем. В молодости всякое бывает. И вот за это вот эта любовь еще, оно, как говорится, жизнь у нас проверяет на прочность. Вот мы всегда в таких, чтобы сохранить вот это. Вот это бы у нас сохранилось. Что бы ни было, вот, я всегда говорил, вот, мне не надо, когда я исполнилась, когда в больнице, мне не надо иной судьбы, лишь бы день начинался и кончался тобой. И кончался тобой. И вот с этим девизом вы живете по всей дне своей жизни. Я говорю, человеческая жизнь коротка. И поэтому надо каждым днем дорожить. Каждым часом дорожить, повторяя слова любви, днем и ночью. Вот я сказал. Елеоман Иргазевич, но все-таки часто мы замечаем, что институт семьи отходит на второй план. Молодые люди реже создают свои ячейки общества, ставя карьерный рост, материальное благополучие именно на первом месте. И сколько мы наблюдаем еще и таких случаев, создав именно семью, сыграв шикарную свадьбу, и пожив короткое время, допустим, бывает и такое, что через месяц, два, может и год, пара распадается. Как вы думаете, почему сейчас число разводов увеличивается с каждым разом среди молодых пар? Понятно. Я бы хотел сказать так. У нас, у казахов, если ты выдал дочь, ты ее отдаешь этой семье, она с жалобами, чтобы не подходила. И разводов раньше вообще редко было среди казахов. А сейчас же продвинутые все смотрят на Запад, там, телевидение, все, и на другие. Они оценивают только по деньгам. Вот он богатый, его надо полюбить. Это не настоящая любовь, я считаю. У нас ничего не было. Ни колец, ничего. Мы даже зарегистрироваться даже не знали. Словно свадьбе, благословение старших взяли и все. Нам не даром говорят, смелый мы рай в шалаше. Мы только, вот, любовь, дети. Я домашний человек, всегда такой, вот. Поэтому, ну, время, наверное, ну, это, я считаю, не настоящая любовь. Когда вот начинают чуть-чуть делить, там, ложки, вилки и чемоданы собирать, это уже не любовь, это не любовь. Это одномоментное какое-то вот увлечение. А настоящая любовь, вот это сохраняется. Вот, даже вот бывают же случаи, вот заболела жена, он все бросает, уходит. Зачем больная жена? А я наоборот сказал, мне не надо, говорю, судьбу иной. Лишь в день начинался и кончался тобой. Вот, поэтому и считаю, что у нас настоящая любовь. А вот кто-нибудь из ваших детей пошел по вашим стопам в медицину? Из пятерых детей? Или каждый выбрал вот свой путь? Нет, из пятерых, все пацаны, они в медицину не пошли. Дочку у меня в медицине, Айслу зовут. Я маму звали Акслу, а я и Айслу, потому что именами матерей, отцов у нас не принято называть, но схожих сделал. Акслу у нас Карагандинский медицинский институт кончил, работает врачом. Внучки, это, Алтенбелью кончил, тоже в Актюбинске закончила медицинский институт, сейчас ординатуру проходит. Снухи, правда, вот я говорил, медсестрами работают, одна в Астане, одна на месте. А пацаны, они по своим этим, военные почти все. Ну, безусловно, вы гордитесь своими детьми, внуками, правнуками. Я представляю, когда вы собираетесь все вот за одним столом, отмечаете праздники, то, наверное, нет счастливее этого момента. Не то слово, не то слово. Это повторение их. Я их прям, у меня старшей внучке, правнучке 13 лет, в этом году было, мыши лежат. Она, когда не выговаривала, улькен ата, нас называли, ата, а я большой ата, а она говорила, вулкан ата. Не улькен, а вулкан. А действительно, Бог, наверное, положил на язык вулкан. Мы извергаем извержение, как вулканы, вулканы любви, пламя любви к ним. Мы от них без ума. Их, правда, я говорю, не надо считать, их много, но они для меня каждый дожек. Каждый по-особенному дорог, конечно. Особенно вот эти малыши. Чем младше, тем они всегда нежнее выглядят. Очень я счастливый человек, счастливый. И мне это счастье подарила моя супруга Зенебжан. Я всегда так говорю, Зенебжан. Она подарила. Вот я дальше говорил, повторяю, если бы она не проявила вот эту мудрость, терпение и любви, вот не было бы такой счастливой семьи, как сейчас. Около сорока человек, вот. Вот. Все, если собрать. У нас он даже в газете есть. Вот. Поэтому настоящей любви, оно путь тернистый. Испытания проходят, все. Но в конце выводят на самую большую счастливую жизнь, где только любовь во главе стоит. И мне кажется, всегда в доме, не только хозяйка, погоду должна делать женщина. Она и делает, должна делать. Потому что она, женщина это недавно называли, хранительница домашнего очага. Раньше, когда еще человечество зарождалось, огонь жизни, кое-как добывали огонь, а мужчины охотники, добычи добыли, а женщина-то должна была сохранить этот огонь в очаге. Вот. А сколько надо терпения и мудрости, главное, любви. Если этот огонь потухнет, все, это племя тоже может не существовать. Поэтому, поэтому и женщину назвали хранительницей домашнего очага. У казахов говорят «ошаг». Оно, видать, от тюркского русские переняли «очаг». Ушаг. Даже вот сейчас в поселке, в львом дворе стоит ушаг. Летом всегда там готовят вкусно все, на дровах. Это же... И все-таки не могу вам не задать такой вопрос, откуда у вас столько задора, огня, позитива, бодрости. Как вам удается все это сохранить в ваши 83 года? Я не знаю, наверное, от рождения. Тем более вы сами дома готовите, помогаете супруге по хозяйству. Дачей я занимался 30 лет. Дачей занимаетесь. На велосипеде ездил. Потом мне купили под концер, вот, лет 5 назад, авто... этот... велосипед, который механический. Потом, вы что, думаете, теперь надо меня отрабатывать, наверное? На этом я уже встаю, говорю, отрабатывать придется. Ну, семью с детьми. Ну, секрет не знаю, наверное, от природы. У меня так зародилось, наверное. Я всегда люблю мечтать, все, что-то там думать о хорошем. До сих пор мечтаете? И о чем же ваши мечты сейчас? Ну, разное. С чем они связаны? О хорошем. Что-то сделать там приятное, что-то такое. Всегда. Вот, я не знаю, это, наверное, заложено от природы. Вот такой я человек. Я с детьми шучу. Весело живем. Елена Мангергозевич, ну, вот и заключительный вопрос. Все-таки, что служит для вас поводом, для гордости? Вы многого добились и в своей профессиональной деятельности. Как хорошего отца мы видим, дедушку, семьянина, заботливого мужа. Ну, а вот в плане именно профессиональной деятельности, что вы можете тоже сейчас? Всю жизнь проработать в одной сфере фельдшером, скорой помощи. У нас, если супругу мы в одном месте работали, муж где-то в другом месте, полжизни они врозь. У нас двойная жизнь совместно произошла. Ну, когда делаешь добро человеку, оно всегда приятное. Я, например, что-нибудь с кем-то, ну, бывает, вот, подссоришься или все, я болею. Болею. У меня охота, там, если я не прав, извиниться, если он не прав, чтобы... Не люблю вот этих скандалов. Это для меня неприемлемо. Вот, скандалы это... Поэтому я, наверное, такой веселый. То есть стараетесь прощать быстро людей? Я еще доволен собой тем, у меня у папы было шесть братьев. Ну, я почти их генофонд воссоздал. У меня четыре брата, а если у доченька, лапочка, я всегда говорю, четыре сыночка, лапочка, доченька. Вот. Я как бы восстановил свой род. Вот. Род Берниазовых. Вот. И вот этим, ну, дети тоже все с высшим образованием. Я почему говорю, если бы плохое было, эти вот эти дети, которые мы их приняли, и вот 50 лет прошло, они оттуда прям издалека узнают, прибегают за руки, обнимают. Это разве... Ну, это же для души как приятно. Это высшая награда. Угу. Человеческие отношения. Человек должен... Вот. Поэтому я доволен. Мы... Сколько было возможностей, все... Мы населили хирургами, и терапевтами, с дубниками. Чего только не приходилось. Населили, что там, никого нет. И зашивали все. Вот. Все это... Я доволен своей жизнью. Я правдивый человек. Я глаза говорю, вот как мама мне говорила, надо всегда правду говорить. И своих детей учу. Никогда говорю, даже пусть плохо тебе будет, правду скажи, наоборот, тебе похвалим до этого. Ну, о чем-нибудь вы жалеете в своей жизни? Ну, о чем? Я ни о чем не жалею. То есть, если время повернуть назад, вы бы повторили свою судьбу? Нет. Я бы доволен. Оставили бы все как есть. Может быть, я сожалею, что не получил там высшее образование или что. Но я ради мамы окончил самую мирную профессию. Тогда не очень долго, три года. И маме подарил удовольствие. Она своих внуков увидела. Вот это для меня покой дает. А если бы я выучился каким-то этим, а мама ничего не увидела бы. Это же в душе какой остаток. Я поэтому не жалею. Я счастливейший человек. Спасибо, Елеман Иргазевич. Ну, и хотелось бы в заключение услышать ваши пожелания, поздравления всех телезрителей с новым наступившим годом. Всем казахстанцам и телезрителям я желаю в новом году, чтобы исполнили все их мечты. Главное – здоровье. Чтобы мир был у нас в Казахстане. Не даром говорят. В Казахстане самые добрые люди. Всем добра, мира, семейного благополучия. И главное – будьте здоровы. И любите. Главное – любовь – это здоровье, это… Любовь – это долголетие. Ну, а я благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо, что сегодня уделили нам время. Приехали с посёлка Аждаринское, чтобы рассказать о своём жизненном пути. И вам спасибо. Я желаю вашей семье крепкой любви, счастья, семейного благополучия. Самое главное – крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Чтобы всегда находились в окружении своих родных и близких. Спасибо большое. Детей, внуков, правнуков. Идите вперёд по жизни с верой в то, что в ней всё прекрасно. И с благодарностью за то, что нам дано в этой жизни жизнь. А на этом я с вами прощаюсь. Встретимся ровно через неделю на телеканале Ак-Жаик в передаче «Дорога жизни». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова